всем привет сейчас я выключу звук на телефоне чтобы ничто нам не мешало нашему замечательному интереснейшему общению и как всегда благодарен вам за то что вы пишите комментарии после просмотра вот этого вот всего за то что материально поддерживаете канал милости просим все данные есть я буду рад этому но это не главное на самом деле это все болтовня я продолжаю показывать пластинки которые находятся в моих шкафах стоит моих полках и лежат в моих тумбочках и понимаю что я несмотря на то что слушаю много современной музыки которые кстати показываю очень редко потому что очень много не современной на которой я вырос которую судя по комментариям вы все любите чуть не вырвалась у меня неприличная фраза я не буду ее озвучивать но я очень люблю психоделическую так называемую психоделическую музыку но что поделать я опять-таки на ней вырос и вот эти все как костя кинчев спел кто плачет то смеется то о чем-то говорит вот это мне все очень нравится ранний пинк флойд я обожаю я много раз уже об этом говорил но собственно говоря первые полтора альбома это что сид барретт делал потом недолго правда к сожалению ну и все прилагающиеся к этому и вот что я хочу сказать то в 70-м 71 годах молодые рок-группы в большинстве своем но можно сказать что все если сделать скидку такую статистическую погрешность если учитывать все молодые группы стремились играть как rolling stones потому что это было беспроигрышно всем это нравилось все это любили все это слушали все это покупали что самое главное для молодых музыкантов но у меня есть ощущение что группа элиса купера не стремилась играть как rolling stones и стремился играть как пинк флойд как раз как ни странно это звучит для многих наверно как пинк флойд настоящий я имею ввиду то есть сидом барреттом наши первые четыре альбома они в общем но третье не так вот первые два против свою из action и киллер который вот у меня стоит на диванчике сейчас ждет своего часа это просто шедевры шедевры психоделического рока если первые два шедеврами я не назвал наверно зря потому что они просто хорошие пластинки то вот киллер это ну это я не знаю это такая серьезная вещь которая и британцам по моему утерла с специалистом по вот этому прогрессивному вот этому вот вот этому вот уроку сложному с оркестром и так далее здесь просто люди выдали такое что до сих пор слушать интересно вот такая обложечка кстати говоря у киллера моего 71 год 4 как я уже говорил альбом группы элиса купера не сольного элиса купера группа элиса купера одним из основателей который был гленн бакстон гитарист не купер вообще там был главный купер был просто певец а замечательная компания виртуозных музыкантов они действительно все супер они все супер от бакстон это какой-то запредельный гитарист запредельный музыкант я высказывал и к сожалению он сильно выпивал и к сожалению уже на записи альбома billion dollar babies подключились hunter и вагнер два изумительно гитариста которые играли в группе забыл как называется на дефрост по моему потом играли вот с элисом купером потом играли с луридом не побоюсь этого слова не боюсь этих двух слов и две пластинки лурида лурид лайф и рок-н-ролл animal обязательно я покажу и про них расскажу потому что это шедевры тяжелого рока в исполнении лурида и двух этих потрясающих гитаристов hunter и вагнер вот и баксонг вот так получилось что выпивал и не очень хорошо себя уже проявлял в группе после billion dollar babies где он еще присутствует он уже так немножко отвалил а потом совсем отвалил после billion dollar он по моему еще записывался в следующем альбоме но как-то уже очень 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 так или в туру ездил я не помню но это неважно факт что он ушел потом работал в разных проектах но в таких локальных пытался собрать свою группу собрал на записи ни одной не осталось кроме какого-то бутлага как я прочитал в интернете который никогда не слышал а потом просто помер вот такая печальная судьба но то что баксон и компания натворили вот на альбоме killer роли роль купера самого я абсолютно не умоляю потому что он как бы он фронтмен он голос голос как я уже говорил много раз что голос вообще в группе главное потому что как скал один мой хороший знакомый музыкант профессиональный он сказал вы можете записать великолепную музыку божественную такую которую никто никогда в жизни не играл и не слышал это будет шедевр а потом придет вокалист и все испортит просто но другое слово не использовал и все это уничтожит просто мгновенно своим пением здесь обратная ситуация хотя и музыка гениальна на мой взгляд она ну гениально в понятие рок-музыки в понятие рок-н-ролла потому что музыки много разный гениальный вот а в рамках рок-н-ролла это конечно прекрасная вещь начиная с андам андам айвиллс вроде бы простой ракешник вроде бы вот начало очень похоже на the rolling stones если так откровенно говорить очень похоже но потом начинается совсем другое как трэш и угар как говорит один московский музыкант когда подключаются духовые там уже ближе к финалу это просто просто восторг и упоение ну и вокал купера конечно все это оживляет хотя оживлять там нечего там все настолько живое настолько яркая настолько кайфовая гитарная игра и со вторым гитаристом который он же клавишник там такой сочный мощный звук и так разложены гитары я по имею ду по партиям такая кайфовая аранжировка профессионально грамотная что рок-н-ролл можно играть по-разному можно играть вот так мощно как она доводилась by my lover следующий номер тоже вроде бы просто рифово все между рифами такие микро паузы и все легко 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 но в конце так все усложняется музыкально что муж вам дорогая вроде начинали знаешь начали за начали за упокой кончили за здравие если перевернуть наизнанку эту поговорку просто просто замечательно все ну и думаю что дальше будет такой же хороший от rolling stones овский гитарный рок но дальше начинаются чудеса уже собственно я рассказываю вам вы все это знаете без меня но может быть кто-то не слышал никогда поэтому hello flies гигантское полотно которая вот как я и говорил утерла и следующий desperado вот они утерли но с британцем однозначно потому что вот это hello flies hello flies это какая-то бесконечная песня она по 8 минут идет или семь но она кажется бесконечной в силу того что все время меняется все там четыре такта играется так потом четыре такта по-другому потом что-то еще начинается с каких-то около испанских около испанской мелодии утяжеленный достаточно потом раз все это уходит появляется гитара с вибрато психоделическая такая пришедшая к нам из британии от сида баррета вот эти вот его штучки потом вдруг роковая часть с рифом с весьма таким героическим причем и здесь еще присутствует юмор что немаловажно в музыке именно как за поговорил что в музыке обязательно должен быть и юмор если его нет то это все печально что естественно вот до героического рифа еще не дошли просто тяжелый риф купер поет все и вроде так думаешь ну пошел рок-н-ролл да все пошел вот он самый мы пришли к роковой части а вот потом вдруг раз она переходит в какую-то около симфоническую такую историю пока еще без симфонического оркестра потом вдруг бас остается один играть и вроде ждешь басового соло а нет он играет на одной на двух нотах дун 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 барабаны и все вот это все и и потом еще за какая-то часть одна и потом и потом еще и вот и кажется конца этому не будет но слушать интересно при этом вот в этом заключается талант потому что бывает что сидишь и ждешь когда же это кончится безумие и так играют и сяк играют не хочется мне приводить примеры артистов всем известных и многими любимых которые играют 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 и так редак и так и сяк и бам-бам-бам и гитары и вот это и все и и уже жимбама дорогая насколько можно здесь нет здесь все это безумно интересно и неожиданно заканчивается каким-то таким раз и улетели и улетели в космос вот вам психоиделический прогрессивный рок в лучшем его проявлений дисперада вот тут и симфонический оркестр и какие-то ковбойские таинственные напевы и наигрыши изумительная гитара клавиши и и и и оркестр в серединке появляется и в конце просто просто тоже длинное полотно думаешь неужели это тот самый эллис купер который там на нтв у нас с какао это полезен полезен бойлер бойлер как пела одна французская группа не французская группа более более это на и на и на и три девятки очень хороший коллектив ну вот этот эллис купер мне нравится очень и нравился всегда ну на второй стороне пожалуй наверное моя любимая песня you drive me nervous несмотря на все прелести того что я выше уже описал уже вписал вот это you drive me nervous она кайфово для меня лично гитарными соло сдвоенными где гитары не играют дурацкую вот эту историю в интервал то что придумали уэсбанеш и джудас прист критики придумали ладно хорошо критики почему-то все восхищаются вот эти сдвоенные гитары вот они играют сдвоенные гитары вот они играют одно и то же в интервал в квинту там или в кварту или в терцию ну собственно говоря ну и что мы играют в интервал две гитары и что то что в этом такого исключительного что в этом такого чудесного ну красиво звучит да ну а здесь играет не в интервал здесь разнесены гитары разнесены партии все каждая играет свое но нигде не фальшиве друг другу не мешают и все это придумано и прописано иначе быть не может иначе была бы лажа какая-то просто слушать было бы тяжело и скучно здесь все органично просто вот так разнесено и никаких вот этих вот сдвоенных гитары близко нет очень красиво очень здорово она не долго такой не длинная особо ну такое кайфовое ну я не говорил о том что тут и гармония меняется и и и и все 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 таки точнее тональность вот и из этого простого ракешника казалось бы сделано исключительно такая интересная вещь мне очень нравится она музыкально чисто ей-е-е следующий номер тоже казалось бы ей-е-е из этого ей-е-е вырастает близко симфоническая какая-то такая конструкция которая переходит уже в настоящую психоделию dead babies с прекрасной мелодией которую поет купер с неожиданными вокальными вставками а-ля прокал хором когда там девушки начинают петь сложные какие-то вокализы и настолько все необычно и интересно и неожиданно что ну британия гудбай мы умеем и получим ну а про саму песню киллер я вообще и говорить боюсь потому что она настолько хороша настолько мрачна настолько страшно и настолько тонко сделано с умом с я не знаю с этим финальным мелотроном который заваливает нас просто звуками прямо из ада несмотря на то что песня сама не оттуда песня сама как раз очень такая мне бы сказал проникновенная проникновенная как проникновением клинок проникающий в тело вот она так такая такого рода проникновения в общем пластинка ну которая должна остаться в веках она в общем и осталась в веках потому что масса музыкантов ее до сих пор любят восхваляют и считают одной из лучших записей начала 70-х годов в частности дженни роттен обожал эту пластинку когда-то не знаю сейчас может быть разлюбил уже но я тоже люблю пошел пить пока